Грузинские оппозиционные силы продолжают настаивать на своем. Вслед за акциями у здания парламента театр протестных действий переместился уже в здание законодательного органа. Грузинские парламентарии в зале заседаний устроили привычный для них массовый дебош. Драка произошла во время обсуждения пресловутого законопроекта об иностранных агентах. Мирные инициативы не самая сильная сторона грузинских политиков, а потому мордобой был неизбежен. Глава оппозиционной партии граждане Олегу Элисашвили напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдейнарадзе. Там созданы и институты иностранного толка, они финансируются в том числе и Лондоном, и США. И, конечно, они против. Я думаю, что правительство Грузии пытается каким-то образом принять этот закон, меняя ту или иную формулировку этого закона. Но мы его знаем как закон об иноагентах. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, и у нас в том числе было правильное решение принято о принятии такого рода закона. Тем более, что иностранные влияния и Запада, и США было очень сильно когда-то. Вслед за представителями сильного пола инициативу незамедлительно подхватили женщины. В ход пошли бумаги, ручки. Благо, под рукой не оказалось тяжелых, острых и режущих предметов. Российский аналог закона об иностранных агентах не должен пройти. По словам Таттаева, против нового закона выступают в основном представители неправительственных организаций, политических партий, которых финансируют западные кураторы. Потому что фактически более 20% неправительственных организаций занимаются и средствами массовой информации, и спортом, и различным родом гражданскими обществами, которые так или иначе расшатывают обстановку внутри Грузии, тем самым их настраивая на антироссийские такого рода настроения. В Кремле опровергли предположение, что инициатива является русским проектом. И напомнили, что первой страной, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, являются Соединенные Штаты Америки. В России закон об иноагентах действует 12 лет, а, например, в Штатах – 86. В прошлом году закон был принят в первом чтении, однако дальше проект был заморожен из-за массовой акции оппозиционных сил. И снова сторонники высоких европейских ценностей, готовы на все. А комментарии здесь излишни.